Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов, как я показывал очередной набор, промелькнул вот такой ручейник. И вы мне задавали очень много вопросов, поэтому я решил изготовить фильм по вашим просьбам и заодно рассказать и ответить на все ваши вопросы. Это имитация ручейника, как я уже вам рассказывал, который готовится к линьке, эмиджер. Можно его изготавливать как эмиджером, можно его изготавливать и просто как нимфу. Значит, крючок я взял, граб-шримп, который я вам уже неоднократно показывал. Можно, допустим, если у вас по каким-либо причинам нет, можно подобрать вот такого типа крючки, как я уже показывал, у которого тоже есть соответствующий вот такой изгиб, где можем мы с вами использовать его. Нет, можно спокойно с помощью зажигалки, турбинки это все изготовить. Нам с вами еще понадобится, если у вас нет в наличии, допустим, вот такого материала, значит, скажу сразу, можно отрезать кусочек полиэтилена и его покрасить. Абсолютно роли никакой не играет, качество то же самое. Только полиэтилен необходимо красить с внутренней стороны. Значит, что мы сделали? Огрузили свинцом, я закрепил кусочек вот такого латекса, и скажу сразу, у меня была нитка, распускалась, по-моему, штора. Это вот обыкновенная такая хорошая типа вискозы, но это не вискоза, это искусственная шерсть, вернее, искусственный полиэстер, поэтому здесь не надо нам ничего, как говорится, хитрить, она достаточно хорошо подходит. Если нет, возьмите другую нить, если есть антрон, прядь. Лучше, конечно, использовать еще антрон. Значит, вяжется достаточно легко и просто методом перебрасывания, перекидывания самой петли. Значит, самое главное, закрепить материалы так, чтобы вот эта верхняя пленочка у нас аккуратненько вот так вот потом ложилась сверху. И давайте теперь приступим. Убираем нашу пленочку, выполняем буквально, выберите сами, в какую сторону. Выполняем один, вот полный оборот, два, сколько вы подберете по толщине своей нитки. Нить переводим теперь вперед. Следим за тем, чтобы мы не повредили крепление там, где была резиночка. Один-два оборота, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы нам, как вы видите, утолщить немножечко тело. Теперь переводим нашу резиночку мы вперед. И следим за тем, чтобы она у нас находилась строго сверху. Вот так. Начинаем теперь проматывать пару оборотов сверху. Выполнили. Значит, сами вот эти вот членики, которые мы, сегменты, создаем, должны быть достаточно объемные и в то же время достаточно жирненькими. Теперь опять переводим вот так впереди нашего латекса или же полиэтилена. Опять, как я вам говорю, друзья мои, выполните ровно на свое усмотрение, какую вы создадите объемность нашего тела. Опять переводим нашу резиночку вперед. Следим за тем, чтобы она у нас никуда не убежала. Если в этом есть необходимость, возьмем ее, поправим. И выполняем теперь, как вы поняли, вот я вам покажу, чтобы было видно на палец. Выполняем ровно столько, сколько нам необходимо до грудки. То есть, еще пару сегментов. Я буквально совсем немножечко вот таким маркером подкрасил свою резиночку. И теперь нам с вами понадобится кусочек полиэтилена, который, как я обычно использую вот из упаковки, но подготовленный по ширине нашей грудки, которую мы будем изготавливать. Нить, естественно, я поменял на более подходящего цвета. И крепим теперь сверху кусочек нашего полиэтилена. Это будет тот чехлик, который будет уже у нас закрывать нам грудку. Проматываем ровно столько, сколько нам необходимо, друзья, для того, чтобы уже изготовить саму грудку. После того, как мы с вами хорошо перепроверимся еще раз, чтобы наш чехлик ложился хорошо, мы должны с вами изготовить грудку. Грудка должна быть достаточно пышная, но и в то же время крепкая. Значит, как я уже вам неоднократно рассказывал, это вот я вычесал кота. Можно использовать, допустим, вот такой, если у вас имеется даббинг. Это всевозможные вот такие наборы, которые вы тоже можете использовать, если у вас есть в наличии. Но чем мы можем еще заменить, кроме как вот пух, еще, допустим, шерсть, подшерсток, любое, что вы начешете, но главное, чтобы грудка была значительно темнее. Ну и теперь, как обычно, берем теперь обратно наш карандаш, клей, промазываем немножечко нашу нить, буквально 10-12 сантиметров, не больше, чтобы было удобно работать. И маленькими вот такими порциями прикладываем мех к нашей нитке. Значит, что еще немаловажно. Вот я добавляю немножечко блестящих элементов, так как мы должны имитировать с вами те пузырьки воздуха, которые образуются у нашего эмиджера. Вот мы подготовили. И теперь нам остается только лишь изготовить даббинговую петлю. Вот мы делаем такую операцию. Перекидываем нить, дабы наша петля не расходилась. Вот так проматываем. И закрепляем ее здесь. Нить аккуратненько уводим в сторону глаз. Я обычно беру обыкновенный перодержатель, закрываем нашу даббинговую петлю, прокручиваем наш материал. Те волоски, которые у нас будут значительно выступать, желательно, конечно, сразу их убрать, чтобы они у нас не ворвались. Обычно я это беру, делаю обыкновенной щеткой, так, чтобы потом у нас не возникало вопросов. Прокрутили сколько необходимо. Вот вышла такая даббинговая у нас веревочка. Я обычно беру после этого вот так нашей щеткой и начинаю подравнивать все-все-все волоски. То, что должно было, как говорится, у нас вылезти, уже вылезло. Ну, теперь аккуратненько сформируем грудку. Вот у нас вышла вот такая конструкция. Можно оставить ее в таком виде, как она есть. Но обычно для того, чтобы не повторяться, этот упрощенный вариант также будет работать. Вот у меня имеется по остаткам вот такое пиро цесарки. Я возьму, подровняю бородки с одной стороны. Вот так сделаю имитацию лапок, которые у нас уже проявляются. Притяжной петлей подхватываем, проверяем величину, длину. Остатки удаляем сразу, чтобы не было скомканности. И подбираю также необходимое количество бородок с другой стороны. Проверяем их по длине. И также закрепляем. Вот у нас должна выйти вот такая лохматенькая конструкция. Теперь нам остается немножко нанести клей на место, на нить. И по этому месту выполнить буквально 2-3 оборота. Клей, как я уже говорил, я использую только одного вида, потому что другого нет. Буквально вот так пару оборотов. Немножечко пусть клей схватится, чтобы руки не прилипли. Удалим остатки и продолжим дальше. Наш клей уже подсох. И вот, как вы сможете догадаться, это вот шарики для заполнения гелем. Можете использовать их, как вы поняли, для изготовления тела, но они менее прочные, чем, допустим, вот тот латекс, который я вам показывал из наборов. Теперь мы, аккуратненько, слегка увлажнив пальцы, расправим наши перышки. И я подкрасил вот таким маркером, друзья мои, пленочку. Теперь мы берем ее с вами, аккуратненько переламываем, следим за тем, чтобы у нас вышла вот такая симпатичная конструкция. И, как обычно, делаем один оборот, где глазки наши. И теперь я красиво, так, чтобы не было нагромождения материала, складываю нашу пленочку и крепим ее в районе уже перед глазками. Количество, допустим, как я уже вам неоднократно показывал, можно вот остановиться и сделать завершающий узел здесь. Можно переломить обратно нашу пленку и закрепить, чтобы была более лобастая наша нимфа. Я делаю завершающий узел, и теперь нам остается только лишь, друзья мои, закрепить вот из охотничьего фаза на усы и привести немножечко ее в порядок. Вот, друзья мои, мы с вами капнули буквально капельку лака на головку, закрепили глазки, и вот такой Эмиджер-ручейник готов к работе. Довольно-таки уловистая приманка. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok